Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Претест положительный. У девяти дагестанцев подозревают наличие коронавируса. Среди них и депутат парламента. Побывать в университете, не выходя из дома, смогли потенциальные абитуриенты ДГИ. Для них в УЗИ был проведен виртуальный день открытых дверей. Весна – лучшее время для закладки виноградников. В этом году аграрии Дагестана заложат 1400 гектаров солнечной века. Девять дагестанцев госпитализированы с подозрением на коронавирус. Все они сдали первичные анализы и у всех предтест показал положительный результат. Об этом сообщает Минздрав Республики. Шесть разоболевших приехали из Лондона, Турции и Москвы. Зон с нестабильной эпидемиологической обстановкой. Остальные трое контактировали с зараженными. В связи с выявлением указанных больных Республиканского центра инфекционных болезней перепрофилирован под стационар госпиталь для больных коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения Республики Дагестан призывает население соблюдать принцип самоизоляции. Те лица, которые прибыли с неблагополучных стран, те лица, которые находились в контакте с больным коронавирусной инфекцией, соблюдали принцип самоизоляции. Они не должны выходить из дома, они не должны выходить на рынок. Им продукты питания должны родственники приносить. Минздрав Дагестана призывает население Республики максимально серьезно отнестись к карантину, не выходить из дома и избегать мест массового скопления людей, а также соблюдать личную гигиену. Среди госпитализированных и депутат Народного собрания Дагестана Тимур Гусаев сам обратился к медикам, как только у него появились симптомы гриппа, схожие с новым вирусом. Один из главных он отмечает – полное отсутствие ощущений вкуса и запаха. Мы связались с народным избранником по телефонной связи, и он прокомментировал произошедшее. Особенно меня смутило то, что я перестал чувствовать запах и вкус еды. То, что еще было, это температура 37,5, ломать то тело, как при гриппе, и болела голова. Я попросил, чтобы сделали и тест на коронавирус. Сложная система тестирования. Вот этот предтест делает наш Роспотребнадзор. Он показывает, соответственно, либо плюс, либо минус. Как я понял, он показал у меня плюс. Хотя, честно говоря, мне до последнего. Буквально до сегодняшнего дня я до конца не понимал, что именно у меня. Мне звонили и сказали о том, что мне нужна срочная изоляция. В принципе, изолировали и мою семью тоже. Но у семьи взяли анализ под утро. И вечером анализ оказался у всей семьи отрицательный. И у моей жены, и у моих детей. Поэтому они дома на карантине на две недели. А я, соответственно, вот здесь две недели должен лежать в инфекционной больнице. И ждать непосредственно анализа. Потому что развернутый уже анализ, который подтверждает, соответственно, наличие или отсутствие коронавирусной инфекции делается только у нас в одной лаборатории. Как я понимаю, в Новосибирске. Было взято много тестов из моего окружения с теми, с кем я контактировал за последнюю неделю. Вот среди тех, кто попал сюда. И, в принципе, мы сейчас даже в одном боксе. Это вот мой друг Джамал. Потом, ночью, уже со вторника на среду, сюда доставили еще двоих человек. Ну, мы их непосредственно не видели, не контактировали. Мне хочется людям обратиться и сказать о том, чтобы относились серьезно. В первую очередь изолировали, особенно взрослое население. Сама инфекция считается слабой, но она открывает все хронические заболевания, которые у вас есть. Поэтому поменьше контактов. Рейс из Арабских Эмиратов доставил в Махачкалу 176 пассажиров. Все они после прибытия будут обязаны пройти 14-дневный карантин. Авиарейс был предназначен для возвращения в страну всех отдыхающих. Как сообщает сайт The National, махачкалинский рейс из Дубая был последним регулярным перед введением в Арабских Эмиратах временного двухнедельного запрета на полеты в страну и из нее. Причем вылетел он за 10 минут до официального вступления в силу запрета на полеты. Все билеты на рейс были проданы. Назначен новый прокурор Махачкалы им стал Шамиль Магомедов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы Дагестана со ссылкой на приказ генпрокурора страны от 25 марта. В документе отмечено, что срок работы Магомедова на новом месте составит 5 лет. Отметим, что ранее Шамиль Магомедов занимал должность прокурора города Каспийска. До этого руководил прокуратурой Ленинского района Махачкалы. А теперь к другим новостям. В 2019 году на территории Республики было совершено более 32 миллионов безналичных операций с использованием платежных карт, что в два с половиной раза больше, чем годом ранее. Общая сумма оборотов составила 30 миллиардов рублей. Количество электронных терминалов для оплаты товаров и услуг в Дагестане за минувший год выросло более чем в полтора раза. Попасть на урок информатики с помощью одного клика стало реальностью в условиях карантина. Дагестанский гуманитарный институт открыл виртуальные двери для потенциальных абитуриентов. Ознакомиться с ВУЗом изнутри могут все желающие, но только в дистанционном режиме. О работе ВУЗа и тех, кто побывал в университете, не выходя из дома, расскажет Хамзен Румагомедов. Учебные классы пусты, студенты на карантине, обучение проходит дистанционно. Это кандидат философских наук Сария Магомедовна. Она преподает английский язык. В классе только один педагог. По ту сторону экрана студенты второго курса факультета лингвистики. Они внимательно слушают преподавателей и выполняют задания. Сейчас уже мы наловчились, и студенты научились, и мы тоже, преподаватели, уже знаем, как этим пользоваться. В принципе, наш учебный процесс никак не страдает. Обучение охватывает всех студентов ВУЗа. Тем, кто проживает в горах, где проблемы с интернетом, задания скидывают в созданные в WhatsApp и Telegram группы. А кому техника и связь позволяют, у тех пары проходят полноценно, только по видеосвязи. Получается включаться вовремя? Да, конечно. Всё идёт хорошо. Лучше, так, чем можно. Мы используем систему Вайбек-ЦИСКО. Преимущество данной системы в чём? Что она позволяет до 50 человек подключать. Что мы можем один весь курс подключать. И нет никаких других ограничений. В режиме реального общения, живого общения, мы можем подключать студентов, видеть их, слушать их, при необходимости проводить опрос. Поэтому данная технология, очень считаем, что она удобная. 26 марта в Дагестанском гуманитарном институте состоялся день открытых дверей. Правда, виртуальный. Студент третьего курса в прямом эфире через страницу ВУЗа общался с подписчиками, потенциальными абитуриентами. Он рассказал им, почему стоит выбирать именно этот ВУЗ. Была возможность поехать в Москву, учиться там. И дело в том, что мой родной брат, который сейчас уже, в принципе, работает на телеканале МАЧ-ТВ, он когда оказался в Останкино и увидел то, как работают там преподаватели, потом попал сюда к нам, в ДГИ, и он понял, что работают, в принципе, одинаково. То есть, одни и те же задания, одни и те же знания, те же учебники. И он мне сказал, один, нет смысла ехать куда-то в Москву, когда ты можешь учиться здесь. ДГИ готовит лингвистов, экономистов, теологов и журналистов. По окончанию курса выпускник получает диплом государственного образца. Ну а главная особенность ВУЗа – сочетание светского и религиозного образования. А это значит, что студент станет не просто квалифицированным специалистом, но будет обучаться в особой атмосфере, в основе которой духовно-нравственные постулаты нашей веры. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Ислам Халиков, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В этом году аграрии Дагестана заложат 1400 гектаров новых виноградников. Весенняя закладка солнечной ягоды уже в разгаре. С тем, как проходят работы в Кокенском районе, ознакомились накануне специалисты Министерства сельского хозяйства. В настоящее время там имеется более 80 гектаров плантации, из которых 20 – плодоносящие. Остальные площади занимают молодые виноградники. За ходом работ следила Патьмат Ханапова. Работа сложная, но это не повод ее не любить, признается Алпиат Рабаданова. Она занимается выращиванием солнечной ягоды почти 20 лет. Виноградарство Алпиат называют делом тонким, имеющим множество нюансов. Самое важное – дать правильный старт. Надо нежно сажать, ухаживать, как с маленьким ребенком. Уходы надо для них делать. Без ухода они не вырастут. Как дети, так они нежные. Весной этого года в хозяйство планируют заложить еще 35 гектаров виноградников. К работе привлечены 16 человек. Задействована также специальная техника. Каждый день здесь закладывают до 6 гектаров. Если погодные условия позволят, посадку планируют завершить в ближайшие 3 дня. На сегодняшний день посажено 14 гектаров. И вроде бы пока погода позволяет, посадка идет своим чередом без никаких проблем. В этом году хотим завершить 35 гектаров и у нас в общей площади будет 120 гектаров виноградников. Надеемся в 2024 году получить нормальный урожай с этого участка тоже. Новые виноградники намечены оборудовать системой капельного полива. В планах на осень установка шпалер на данном участке, решеток которой служат опорой для лозы. Развитие виноградарства сопровождается и различными мерами господдержки. В этом году основные площади новых закладок приходятся на Карабудахкенский, Каякенский и Дербенский районы. И в ближайшее время к закладке молодых саженцев приступят также виноградарьи с северной зоны республики. Ватимат Ханапова, Даудгасанов, Новости ННТ, Каякенский район. Музеи и театры Дагестана заработают в режиме онлайн. Жители республики смогут смотреть спектакли и концерты, не выходя из дома. Музеи представят в онлайн формате экскурсии, выставки, мастер-классы и лекции. Афиша всех предстоящих онлайн мероприятий в скором времени появится на сайте и в Инстаграм Министерства культуры. Зрители получат доступ к трансляциям на YouTube и на страницах учреждений культуры в социальных сетях. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»